Дмитрий Приманов, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Доброе утро. Сегодня на 28 августа за сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 20 случаев, в Валекминском и Хангаласких районах по 5 случаев, в Мирненском 3 случая, в Алданском, Нерунгринском, Нерубинском районах по 2 случая, в Верхоянском, Мегино-Хангаласском, Сонтарском и Татинском по 1 случаю. К сожалению, есть у нас 2 летальных случая, подтвержденных новой коронавирусной инфекцией. Мы также выражаем соболезнования родным и близким. За сутки у нас проведено чуть выше 3000 исследований. Сейчас эти темпы будут наращиваться, потому что мы понимаем, что нам нужно дифференцировать, в том числе с имеющимся ОРВИ и грипп, которые сегодня персистируют, в том числе в городе Якутске и на территории республики. В основном это аденовирусные и ротовирусные инфекции. Всего у нас с начала пандемии 374 тысячи исследований проведено. Значит, все лица дифференцированы, проводится за ними либо контактное наблюдение, либо лечение. Но хотелось бы сегодня тоже добавить, что мы продолжаем активно вакцинопрофилактику. У нас вся вакцина, которая была запланирована на текущий год, прибыла в республику. Сейчас она доставляется в удаленные районы. Мы принимаем организованные заявки в наши медицинские организации для того, чтобы выйти непосредственно на места и заниматься прививочной кампанией. Помимо этого, очень много вопросов задают по плановой помощи. Сегодня практически все медицинские организации занимаются диспансеризацией профилактическими осмотрами, плановыми приемами по предварительной записи. Кроме того, начали функционировать хирургические плановые приемы, тоже та и уже в граничном количестве. Например, за неделю в Национальном центре медицины уже проведено 458 операций. Помимо этого, у нас с 1 сентября открывается офтальмологическая плановая помощь хирургическая. И по районам также плановая помощь хирургическая начинает оказываться. Но еще раз подчеркну, только по предварительной записи и в ограниченном приеме, для того, чтобы сохранить меры противопедемических различных мероприятий. Это примерно точно так же, как в школе. Сегодня у нас одного школьника нужно 2,5 метра, мы знаем об этом. И в медицинских организациях тоже имеются свои правила по размещению пациентов в стационарных отделениях. Спасибо. Спасибо большое.